Но я хочу сказать, что действительно сейчас люди пребывают в шоковом состоянии, и многие не верят, что Путин решил развязать кровопролитную войну в соседней стране. Такой есть неткий факт отрицания торга, депрессии и непонимания того, что можно делать дальше. Расскажи мне, пожалуйста, о том, что сейчас происходит, какие настроения в Киеве, что ты думаешь по поводу всего происходящего? Ну, во-первых, мне непонятно, почему люди не верят. Собственно, к нам Путин свалился не с луны, мы этого человека знаем больше 20 лет. Как-то очень много было разговоров о том, на что он способен. Он способен на убийство, он убийца, он диктатор. И по его поведению последние годы, особенно последние месяцы, видно, что у него не в порядке с психикой что-то. То есть нами, фактически, мы имеем дело с безумным диктатором, у которого есть ядерная кнопка, у которого есть какие-то очень большие войска, пусть даже каким-то устаревшим оружием, но они большие, да, когда у вас идет несколько сотен танков, ну, не очень принципиально, что эти танки, может быть, не самые совершенные, которые есть. Вот с этим мы имеем дело. И, конечно, странно, что есть люди, которые сейчас этому удивляются. Собственно, а что вы ждали? На что вы рассчитывали? Вы как думали, что это шутки какие-то, да? Это вас кто-то разыгрывает, кто-то. Мы сейчас себе посмеемся, разойдемся. Нет? Все серьезно. В Киеве сейчас комендантский час с 10 вечера, но он еще не наступил, но он уводится сегодняшний день, а с 10 вечера до 7 утра. Нет полного понимания, что происходит в разных местах. Самая важная точка вблизи от Киева сейчас – это такое местечко, которое называется Гастамель. А вот если вы хотите понимать, что происходит в реальном времени, ну, естественно, мы все ищем в соцсетях. Просто ищите по слову Гастамель. Гастамель – это место в примерно 20 километров от Киева или даже меньше, где находится большой аэродром. Это полигон фирмы «Антонов». Сейчас пропаганда говорит и мусолит этот тезис о том, что якобы украинцы приветствуют, Симонья написала с пирожками, приветствуют российскую технику на улицах украинских городов и деревень. Это так или нет? Давай по элементам. Давай тех людей, которые не боты, но при этом ты говоришь, что они пишут не в генитации, давай их оставь на них с их совестью. Может быть, у них что-то за этот день проснулось такое, что дремало все последние годы. Давай не будем обсуждать, что пишет Магалита Симоньян. Это военная преступница. Она до этого усиленно занималась разжиганием и призывами к развязыванию агрессивной войны. Сейчас она на своей работе помогает в ведении агрессивной войны. Она соучастница Путина. И вообще все эти люди, пропагандисты, как топового калибра, как Симоньян, Захарова, Соловьев и так далее, так и люди калибром меньше, не нужно вести с ними диалогов. Я вчера это объяснял тому хорошему жена, что Сеха Москвы. Почему-то плохая идея цитировать Соловьева и спрашивать, а что вы думаете по этому поводу своего собеседника. Не нужно ничего думать по поводу того, что сказал Соловьев. Соловьев, все, что он говорит, он иногда говорит правду. Счастью, он лжет. Но все, что он говорит, он делает только для того, чтобы сбить восток, заграрить вам мозги. Не нужно вообще вести с ним даже заочных диалогов, даже опровергая его. Он Владимир Соловьев, она Мария Захарова. Она говорит о Симоньян. Этим и все сказано. Здесь можно поставить точку. У людей в Украине шок. Я думаю, что другого рода, чем у людей в России. Люди в России просто многие не верили, что это возможно. Люди пока не знают, что это возможно. Но до последнего надеялись, что он все-таки обойдется. И поэтому почему надеялись? Мы знаем, что Путин трус, он патологический трус. Он всегда боится рисковать и боялся рисковать. И всегда он наезжал и отступал, как только казалось, что что-то может пойти не так, что где-то может проиграть. Вот его топ-приоритет всегда было не проиграть, ни в чем. Что у него изменилось за эти два года, пока он сидел в бункере? В голове я не знаю и не хочу знать. Мы видим последствия, причины. Пусть они занимаются по сравнению психиатра, по сравнению историки. Это не так интересно сейчас. Но, конечно, ни о каких пирожках, да, и никаких приветствиях говорить не приходится. Людей убивают, захватчиков убивают. Надо понимать очень жесткую вещь, что русские солдаты пришли в Украину как захватчики. Никакие миротворческие миссии, никакие там освобождения от нацистов. Все эти слова, которые вы, может быть, слышали, их не нужно брать на веру, их нужно принимать во внимание вообще. Эти люди пришли как захватчики. Более того, никаких чест не нужно сказать, что они пришли как добровольцы. Это не 41-й год. Они за пинами не стоят за гранотрядом. К ним приставлен комиссар с револьвером, который будет их стрелять в спину, если они пойдут в атаку. Их семьи не держат в заложниках. И не снимут с пайка, чтобы они умерли голодной смертью в Москве или в блокадном Ленинграде, если их отец или муж не выполнит свой патриотический боевой долг. Да, мы знаем, что контрактников, срочников, принудитель переводит на контракт и так далее. Но каждый первый российский солдат и офицер, который вступил на территорию Украины, вступил туда, так или иначе, сделав выбор в эту пульсу. Выбор, не смертельный выбор, да, неприятный, возможно, связанный с некими решениями, но выбор не идти в Украину, у него был. И относятся к этим людям именно так. Никто их здесь не будет приветствовать как братьев-озвободителей. Если кто-то из наших слушателей до сих пор верит, что вот есть украинский нацизм, украинский маяточный режим, который там, под питой которого стонут русскоязычные люди, я не думаю, что с этими людьми вообще не имеет смысл вести диалог. Но там обычный такой стандартный аргумент в разговоре с Ватником, который говорит, что вот как же там, украинцы мечтают уничтожить русскоязычных, да. Проще всего, конечно, русскоязычных за эти 8 лет было бы уничтожить какой-нибудь Харьковской области, где нет народных республик. Но на этом не происходит. Вот все, что вам рассказывают, это, конечно, сводится к банальному «Красноармейец комиссар тебе врет», но «Красноармейец комиссар тебе действительно врет». Все разговоры про украинских фашистов, которые спят и видят, как бы уничтожить всех, кто говорит по-русски, это военная пропаганда и ложь. Так к этому нужно относиться. И я не знаю, шокированы ли вот эти самые военные, когда видят, что у них стреляют, вместо того, чтобы заносить им там хлебосы. Может, кто-то и шокирован. Но в конечном счете, каждый из них сам виноватся оказался в такой ситуации. Выбор, еще раз говорю, был у всех. Это важно понимать. Спасибо большое за твой комментарий, за то, что вышел к нам в эфир, за то, что не боишься говорить правду и занимаешься принципиальную и отважную позицию для наших времен. Любовь, находясь в Украине, это очень просто. Я хотел бы передать через тебя привет Алексею Навальному, который такую же позицию занимает в российской тюрьме, что, наверное, несколько сложнее.